Согласно статистике, продолжительность жизни в нашей стране понемногу увеличивается. И после выхода на пенсию, жители России все чаще планируют посвятить себя путешествиям, работе и даче. Причем первому чаще всего отдают предпочтение женщины, а второму мужчины. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Так, туризму отдали предпочтение 28 респондентов. Каждый шестой заявил, что хочет продолжить работать, а каждый седьмой заняться дачей. 9% сделали акцент на спорте, а 8% отметили, что планируют просто отдыхать. Кроме того, 5% признали, что планируют посвятить время внукам. А чем планируют заниматься на пенсии тверичане, узнали на улице города. Заниматься спортом, я думаю, буду. И подрабатывать на какой-то второстепенной работе. Например, в охране или где-нибудь еще. Рыбалка, охота, работа профессиональная. И общение с людьми. Главная роскошь жизни. Это роскошь человеческого общения. Сказал Антуан Сент-Экзюпери в своем произведении великом «Маленький принц». Дома сидеть, ничего не делать. Просто дома сидеть, спать. Не высыпаешь. Естественно, работать все равно придется. Помогать и внукам, и может быть даже и детям. А так, да, естественно, свое домашнее хозяйство, это само собой, имеется в виду садовые посадки, это само собой разумеющееся. Ну а отдых уж как там получится. Если будет материальная база, то отдыхать, выращивать цветы. Если нет, то нужно будет думать о том, как и где еще можно заработать что-то к пенсии. Жить в квартире, отдыхать на даче. Так бы, конечно, хотелось на пенсии заниматься собой, дополнительно не работать, а тут уж как получится. С внуками, конечно. Дача, внуки, а с чем еще? Только так. Большинство прошлых тверичан на пенсии планируют помогать детям и внукам. И проводить время на даче, занимаясь садоводством, выращивая овощи, фрукты и цветы. Важным условием благополучной и счастливой второй половины жизни многие считают близость родных. И в год семьи действительно особенно важно укреплять эти ценности и традиции. Ведь семья – это главная опора в жизни любого человека.